Согласно концепции Vision Zero обновится проспект Достык в Алматы. Напомню, это шведская программа по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в ДТП. Проще говоря, проспект станет дружелюбнее к пешеходам. Обо всех этапах большой реконструкции расскажет Алтышаш Смогулова. Пересечение нижней части проспекта Достык с улицей Курмангазы – это отправная точка реконструкции. В середину июня здесь начнут благоустройство пешеходной части. Конечный же пункт реновации – парк 28 панфиловцев. Плажки, говорят архитекторы, расставлены не случайно. Таким образом, планируется соединить любимый всеми сквер и дворец республики. Машины действительно некоторые граждане у нас паркуют недобросовестно, я бы сказал. И мешают тем самым передвижению людей с ограниченными возможностями и также людей с колясками, с детьми. Поэтому, да, я думаю, было бы неплохо обновить. Очень положительно смотрю. Было бы красиво, было бы эстетично и было бы очень чудесно для отдыха. Я думаю, будет красиво, хорошо, как на панфилово. Для пеших мационов самое то. Ведь реконструкция проспекта Достык предполагает и дополнительное озеленение и освещение. Установку малых архитектурных форм, скамейк и урн. Место же устаревшего асфальта пешеходную зону вымастят качественной брусчаткой. Там будет брусчатка, частично будут элементы, гранитные элементы на перекрестках и на курдонерах. То есть схемой определено, где будет размещаться именно конкретно сама брусчатка. То есть это в рамках оптимизации проектных материалов, проектных работ. А здесь, напротив гостиницы «Казахстан» появится новая достопримечательность города – уникальный фонтан. Правда, пока он скрыт железным забором. Представьте, он повторит контур Алматы, из которого будут бить тысячи струй. Таким образом, авторы проекта хотели подчеркнуть тысячелетнюю летопись мегаполиса. Историю отразят еще и копиями барельефов, найденными археологами. А прямо под фонтаном расположится парковка. Еще один фонтан планируют возвести здесь, на площади перед Казы НПУ. Студентам такая задумка архитекторов точно придется по душе. Ведь здесь планируют создать этакий зеленый молодежный уголок со множеством скамеек, деревьев и киосками уличной еды. Обновят и знаковое место мегаполиса, где так любят гулять горожане. Площадь около памятника Акыну Жамбылу Жабаеву. Там у нас появляется новая площадка для инсталляции. То есть открылась новая галерея современного искусства, куда они могут свои объекты выставлять уже на улицу. Там будет небольшой амфитеатр, в который можно было бы посидеть, пообщаться, поесть. И вот там будет тоже сформирован фонтан для создания микроклимата, именно целевой аудитории, которая там будет находиться. Проезжая часть тоже станет доброжелательнее к пешеходам после изменений, согласно концепции Vision Zero. Есть еще архитектурные решения, как островок безопасности. То есть мы разделим между собой, получается, две полосы в одно направление и в другое направление. Тем самым образуем такой некий островок, где человек может остановиться, если он не успевает перейти вторую часть дороги, переждать своего зеленого, дождаться своего зеленого периода светофора и, получается, перейти аккуратно через дорогу. То есть сейчас рассматриваем это комплексно для того, чтобы там была и максимальная освещенность территории на островке безопасности, что очень важно также для видимости водителей. Фасады кафе, ресторанов и магазинов планируется обновить в едином стиле. Общая площадь реконструкции проспекта Достык превышает километр и завершится она к сентябрю. А пока строители обещают минимизировать неудобства для горожан за счет создания обходных путей. Алтаншаш Смогулова, Осет Хунтакпаев, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.